Лето постепенно уступает свои права осени и немного охлаждает пыл огненной стихии. За прошедшую неделю по обращениям жителей городского округа Воскресенск пожарные выезжали 13 раз, при этом на частное строение один. Горела металлическая бытовка в селе Петровское. Обошлось без пострадавших. А вот несколько машин огонь не пощадил. Рано утром 24 августа на стоянке машин платформы Лопатина произошло возгорание автомобиля КАМАЗ по всей площади. В течение 40 минут огонь удалось локализовать и полностью ликвидировать. Обошлось без пострадавших. На следующий день на улице Монтажная во дворе дома номер 8 полностью выгорел автомобиль Форд Фокус. Причины пожара устанавливаются. К счастью, пострадавших нет. Обошлось без жертв и на дорогах округа. Зафиксировано 4 ДТП. Мошенники не сбавляют обороты. На них жаловались 11 раз. Также на пульт диспетчера службы 112 продолжают поступать сообщения от бдительных жителей округа о замеченных летающих аппаратах. По информации ПВО Министерства обороны, эти полеты плановые, управляемые и опасности не несут. Среди четырех зафиксированных за неделю происшествий с детьми, поволноваться заставило исчезновение 26 августа 14-летней девочки в Белоозерском. К счастью, она была найдена у знакомых в соседнем доме. Искали спасатели и заблудившихся в лесном массиве туристов. 22 августа группой шести человек на квадроциклах потерялось лесу в двух километрах от деревни Литина. С помощью аварийно-спасательного отряда туристов удалось найти. Пострадавших среди них не оказалось. В этот же день 53-летняя женщина заблудилась в лесном массиве в районе станции Берензина. Усилиями экипажа пожарно-спасательной части ее удалось вывезти из леса. А 24 августа в лесу, недалеко от деревни Барановское, потерялся 75-летний мужчина. Он вышел на сигналы пожарных. Кроме того, спасатели продолжают патрулировать водоемы и места отдыха в округе. Всего же за прошедшую неделю на пульт диспетчера службы 112 поступило почти 2800 звонков. Экстренного реагирования требовали 1231. Юлия Теунова, Данил Колпаков. Новости Искровект.